Да, для меня это какое-то особое место, потому что, во-первых, в принципе в России мало где можно сыграть настоящие домашние концерты, это все-таки особая атмосфера, это на Западе более-менее принято, а у нас Советский Союз как-то это повылил, эту традицию. Да, вот тут она живая, причем Рихтер ее поддерживал, и сейчас это место вот такое намоленное, на нем как-то это естественным образом продолжается. И, во-вторых, мало того, что это домашний концерт, только концерт гостя у великого музыканта, где все еще помнят о нем, где все эти стены, все вещи, эти инструменты, на которых мы играем, всех касалось его рукам. И в этом, конечно, особенно это уже совершенно чувство, просто так как-то не сыграешь. Кроме этого, конечно, можно сказать, что этот зал из всех московских, наверное, самым лучшим видом из окна, и это тоже для меня особая приманка, потому что я играю, передо мной практически вся Москва, как на ладони. Это тоже, я не знаю даже с чем сравнить, то, что второго такого места просто нет. Ни в Москве, ни где-либо зал с таким именно дальним взглядом. Так что, ну, кроме этого, конечно, здесь приходится играть интересные, необычные программы, которые, где попало, не сыграешь, которые именно хорошо звучат в такой камерной домашней обстановке, когда слушатели рядом, когда, в общем, всех их видно в лицо, и, в общем, можно обращаться к каждому по отдельности и ко всем вместе. Поэтому я очень люблю здесь играть и люблю сюда возвращаться каждый год. Я всегда считал, что по роялю можно почувствовать, хороший ли музыкант на нем играл много лет. Вот это, например, скребинский рояль в скребинском музее, на котором играл Сафронийский городец и Гаусс, а до того сам скребин, он как будто бы впитал немножко чего-то от них, поэтому на нем играешь, чувствуешь какое-то удивительное совершенно ощущение, переживание, и он что-то тебе сообщает. То же самое с этим инструментом, который тоже долгие годы под руками Виктора, и этот, и тот. Поэтому, конечно, для меня самые главные экспонаты вот эти. Кроме того, ну а там на выставке я сейчас обратил внимание на партитуру восьмой симфонии Шостаковича, подавленную с дарственной отписи на Игалусе, и вспомнил, что у меня тоже такая есть, только с дарственной отписи у самого Шостаковича. Да мы, дедушки. Вот, и тоже, когда я это увидел, я так взругнул, подумал, что не зря я сюда сегодня пришел. Вот это, и все, и все, и все, и все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok